Для чего нам вообще нужен витамин С? Одно время действительно мы очень много про него говорили и говорили про то, что есть большой дефицит витамина С. Потом как-то мы про него, честно говоря, подзабыли. У нас стали много говорить про витамин Д, и у нас пошел такой бум витамина Д. Действительно, как будто бы других витаминов сейчас стало меньше. А дефициты, они, как правило, сочетаны не только витамин Д, а в том числе и витамин С и другие витамины. И вообще, для чего нам витамин С нужен? Конечно, мы все знаем, что витамин С у нас принимает участие в работе иммунной системы, поэтому тоже сейчас это очень все широко принято с учетом пандемии. Действительно, повышать свой уровень иммунной защиты. Но кроме этого, надо не забывать о том, что... Так, написали мне, что не слышно. Попробуйте, может быть, в технической службе связаться, кому не слышно, потому что вроде бы у меня ничего не менялось, и у меня все со звуком хорошо. Отлично, спасибо. И очень большое значение принимает витамин С в синтезе коллагена. То есть, опять-таки, если мы говорим про сохранение нашего здоровья, про сохранение нашей молодости, да, то есть коллаген у нас много в коже. И когда у нас появляются морщины, это в том числе один из признаков старения, и действительно витамин С помогает тому, чтобы синтезировался коллаген, улучшается процесс регенерации, заживления ран. Дело все в том, что вообще до 24 лет наши клетки кожи, они хорошо образуют коллаген. Дальше уже начинают включаться процессы старения, коллаген обрабатывается все меньше, кожа становится тоньше, начинают появляться мелкие ворщинки. А витамин С как раз определяет упругость, растяжимость, эластичность коллагена. И чтобы коллаген синтезировался, у нас ежедневно должно поступать 150-200 мг витамина С. Кстати говоря, очень интересная еще функция витамина С по поводу повышения стрессоустойчивости. Сейчас практически у всех людей есть синдром хронической усталости надпочечников. У нас надпочечники вырабатывают стрессорные, антистрессорные гормоны. То есть наш гормон стресса – это кортизол. Когда мы вообще впервые сталкиваемся со стрессом, у нас организм может много выработать кортизола. То есть, как правило, это происходит в детском возрасте, мы бодрые, веселые, у нас много ресурсов организма, и мы можем выдать хорошую ответную реакцию. Когда мы находимся в остром стрессе, у нас много вырабатывается кортизола. Когда человек находится постоянно в стрессе, так или иначе, стрессы преследуют всю нашу жизнь. Нам, конечно, уже кажется, может быть, что да это и не стресс, а это обычная наша жизнь, а на самом деле все равно для организма это стресс. Потому что то количество информации, которое вообще мы получаем ежедневно, то есть сколько у нас существует мессенджеров, социальных сетей, средств связи, постоянно мы находимся в этом информационном потоке, и вообще этот информационный поток для нас тоже стресс. Если вы помните Евгения Онегина, то Евгений Онегин, когда получил там записку, что его там приглашают на какие-то четыре там мероприятия, какие-то четыре записки, да, он уже не знал, что с этим делать, для него это уже было перебор информации. А для нас получать по 20-30 сообщений в день, это не перебор как будто бы информации. Поэтому, естественно, это тоже является стрессом для нашего организма, кроме, конечно, серьезных других стрессов. Таким образом истощаются наши надпочечники на выработку кортизола. Есть у нас еще один гормон наш антистрессорный, это дигидроэндостерендион, это вообще наш гормон молодости, да, и могут истощаться и запасы этого гормона, вырабатывающегося надпочечников. И как раз витамин С очень широко используется вот для лечения вот этих состояний. Потому что витамин С участвует у нас в синтезе кортизола. Поэтому очень важно для людей, которые находятся в хроническом стрессе, использовать витамин С. Конечно, он является сильнейшим антиоксидантом в нашей организме. Вообще, что такое антиоксиданты и зачем они нужны? У нас в организме образуется достаточно большое количество свободных радикалов, потому что мы все находимся в окислительном стрессе. Окислительный стресс у нас возникает из-за того, что есть дисбиоз в кишечнике, из-за того, что у многих людей есть нарушение углеводного обмена, так называемая инсулинорезистентность. У кого-то сахарный диабет, избыточный вес у 80% населения, снижение гормонов щитовидной железы, снижение половых гормонов. Все это приводит к тому, что мы находимся в этом окислительном стрессе постоянно. И образуется большое количество свободных радикалов. То есть что это такое? Это молекула. На поверхности есть один неспаренный электрон. То есть если помните школьный курс физики, у нас все электроны находятся по парам. И вот эти свободные радикалы со своим одним неспаренным электроном, они разрушают наши клетки, отбирая у них электрон. То есть они пытаются найти себе пару. Для этого они подошли к одной клетке, отобрали у нее электрон. А с клеткой-то что происходит? Эта клетка уже все, она не способна выполнять свои функции. Она сама становится уже неактивной. Потом он приходит к второй клетке, к третьей, к четвертой и так далее, пока он не найдет себе пару. И пока он ее не найдет, может разрушиться уже очень большое количество клеток в нашем организме. Таким образом действует наш свободный радикал. Что делают антиоксиданты? В принципе, антиоксиданты дают вот эти вот электроны. И таким образом свободный радикал получает электрон, он успокаивается, и он не разрушает дальнейшие наши клетки. Поэтому это очень важно, чтобы особенно после 40 лет мы получали антиоксиданты. Хотя бы один вид антиоксиданта какого-то, чтобы витамин С также укрепляет сосуды, нормализует проницаемость сосудистой стенки. То есть действительно вот это состояние, когда, например, синяки в местах минимального удара могут возникать. Или какие-то вот такие петехи на коже, мелкие красные точечки, кровоточащие десна. Это всё тоже проявление дефицита витамина С. И очень часто я сталкиваюсь с какими-то из этих состояний. Поэтому витамин С – это то, что находится постоянно в моей практике. То есть кому надо надпочечники улучшить, кому нужно коллаген сделать, кому повышенная физическая выносливость, кому нужен антиоксидантный эффект. Поэтому так или иначе витамин С находится практически в ежедневных моих рекомендациях. У нас не такая большая суточная потребность в витамине С. И казалось бы, что в принципе витамин С мы можем получать как будто бы и с пищевыми продуктами. Все знают, что витамины С достаточно много в фруктах. Но давайте разберём вопрос фруктов. Во-первых, например, действительно очень хорошим источником витамина С является шиповник. И если мы завариваем траву шиповника, этот чай, то это очень полезно. Но, во-первых, в процессе сушки шиповника в нём снижается задержание витамина С. И плюс, если делать отвар шиповника, то в нём витамина С практически нет. То есть витамин С является у нас термолабильным. То есть если мы берём высокую температуру, это так же, как если мы чай в лимон добавляем. Если мы залили этот лимон или этот шиповник 100-градусным чаем, кипятком, то за счёт этого у нас просто произойдёт разрушение витамина С. Поэтому, если вы хотите, чтобы действительно из шиповника получился витамин С, то для этого его заливают водой с температурой 40 градусов. Затем в термосе сутки настаиваем, и тогда будет сохраняться витамин С. Чёрная смородина тоже отличный источник витамина С. И если её замораживать, то это не будет снижать количество витамина С. Но если варить варенье, то витамин С практически не сохраняется. Капуста тоже очень хороший источник витамина С. Особенно квашеная капуста. Квашеная капуста вообще является очень полезной, потому что квашеная капуста относится у нас к ферментированным продуктам. Она содержит очень большое количество пробиотических микроорганизмов, порядка 55 видов. Она очень полезна для людей с повышенной лучевой кислотой. И, кстати, что очень примечательно, что к концу хранения квашеной капусты содержание витамина С в ней больше, чем в начале. Ну и, конечно, знаменитые цитрусовые, которые бы казалось действительно источники витамина С, хотя в них витамина С гораздо меньше, чем даже в капусте. Но вот у нас есть такая тоже, наверное, в нашей голове представление о том, что во всех цитрусовых содержится витамин С. И, кстати говоря, его во всех цитрусовых примерно одинаковое количество, а не только его много в лимоне. Поэтому можно есть и другие цитрусовые. Но здесь есть еще один такой нюанс. Когда мы рассматриваем фрукты, то здесь важно понимать, что, с одной стороны, конечно, фрукты являются источником витамина С. Да. Но, с другой стороны, фрукты являются источником большого количества сахаров. И про это, к сожалению, мало кто знает. И начинает летом усиленно есть фрукты просто килограммами. А что происходит в этот момент? Во фруктах содержится три вида сахара. Это сахароза, фруктоза и глюкоза. Сахароза состоит из двух молекул. Это фруктоза и глюкоза. Поэтому можно рассматривать эти два компонента. И если глюкоза, в принципе, воспринимается любой клеткой нашего организма, и любая клетка может превратить глюкозу в энергию, опять-таки, при отсутствии состояния нарушенного углеводного обмена. Когда у нас не работают рецепторы к инсулину, и глюкоза не может войти в клетку, не может превратиться в энергию, и она превращается в жиры. Отсюда набирается масса тела. Если клетки здоровы, если они способны воспринимать глюкозу, тогда да, глюкоза может войти в клетку и стать источником энергии. Что касается фруктозы, то фруктоза не воспринимается клетками нашего организма. Фруктоза вся попадает в печень. В печень она превращается сначала в глюкозу в виде гликогена, в запасы печени. Когда эти запасы уже достаточно большие, то дальше она начинает превращаться в печёночный жир. И возникает ожирение печени. А дело всё в том, что наша печень, она тоже регулирует наш углеводный обмен. То есть не только наша поджелудочная железа регулирует наш углеводный обмен за счёт выработки гормона инсулина, наша печень регулирует наш углеводный обмен. И когда возникает ожирение печени, то в этот момент нарушается регуляция углеводного обмена. И доказано на сегодняшний день, что фруктоза приводит к нарушению углеводного обмена ещё быстрее, чем глюкоза. И поэтому то, что раньше было принято есть конфеты на фруктозе, сейчас от этого уже все отходят. И неизбьюточное количество фруктов мы тоже не едим. То есть я вам специально показываю вот эти таблицы, какое вообще количество сахаров содержится во фруктах. А ещё больше в сухофруктах. То есть сухофрукты – это вообще глобальные источники сахаров. И поэтому как бы они не были богаты витаминами и микроэлементами, то здесь нужно просто взвешивать пользу и риск. И в сутки мы можем употреблять не больше 15 г фруктозы. Это тоже доказано исследованиями. И это будет то количество, которое будет являться безопасным для нашего организма. Но опять-таки нужно понимать, чтобы не было перебора по глюкозе. Вариант липосомального витамина С, который у нас сейчас появится на рынке в ближайшее время – это Трикси. Это хорошая форма липосомального витамина С. Во-первых, в ней содержится 900 мг витамина С. Он в удобной форме, в таком стике, как мы его принимаем. Один стик один раз в день во время еды. Растворяем его в стакане воды. Лучше в стакане воды, чем сок, потому что соки тоже содержат у нас большое количество сахаров. Поэтому в первую очередь в стакане воды. Или второй способ – это просто употребить в чистом виде. Это будет хороший, доступный витамин С. Здесь, кстати, есть еще один такой нюанс. Дело в том, что витамин С очень хорошо выводится нашими почками. Если нужно длительно принимать витамин С, а как правило, все-таки это не назначение на одну неделю. То есть даже если мы восстанавливаем на почечнике, это минимум делается 3 месяца. И поэтому, если вы принимаете витамин С, допустим, 3 месяца, то мы берем один стик в течение первого месяца, затем берем два стика в течение второго месяца. Почему это происходит? Потому что почками просто усиливается введение витамина С. Потом оно уже начинает регулироваться. Это доказано исследованиями, это не я придумала. И в третьем месяце можно опять вернуться на один стик. И таким образом мы получим хорошую дозировку витамина С. Мы будем понимать, что он будет хорошо усваиваться у нас в организме за счет того, что это липосомальная форма. И мы получим действенное количество витамина С, которое нам нужно для того, чтобы поддерживать все состояния, про которые мы с вами сейчас говорили. Очень удобно, просто, быстро, в приеме. Продолжение следует...